Спасибо за мужество, за то, что подарили нам возможность жить и трудиться в мирной, свободной стране. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. Исполняющий обязательства главы Ленинского муниципального района Алексей Петрович Спасовский. Юбилейную медаль, 75 лет победы и памятный подарок глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов вручил ветерану Великой Отечественной войны Раисе Степановне Харлановой. Когда началась война, Раисе Степановне только исполнилось 18. В то время в Сталинграде всех молоденьких девушек брали в зенитчицы. Но, как уверяет наша героиня, ей повезло, она поступила на трехмесячные курсы медсестер. На своих хрупких плечах всю войну она выносила раненых с поля боя. И практически круглыми сутками дежурила у постели солдат в госпитале. Главный врач говорит, вас так любили. У меня все больные всегда говорили, где та сестра с мушками. А у меня здесь вот были мушки, родинки черные. Где та сестра с мушками, она целую ночь ходит, одевает, нас не накрывает и целую ночь не спит. Через ее руки прошло множество солдат, но одного Раиса Степановна запомнила лучше всех. Она подобрала его на поле боя, перевязала и положила в машину. Как только тронулись в госпиталь, начали бомбить. Водитель уговаривал Раису Степановну спрятаться и бросить раненого. Но она только возмутилась и наставила на него муляж пистолета. Схватил этот пистолет, наставил на него и кричу. Стрелять буду. Давай, поехали. А он говорит, ты дурочка. Мы сели и поехали. Бомбы бросай, а мы едем. Когда приехали в госпиталь, оказалось, что Раиса Степановна спасла с поля боя поляка. Такая уж была установка, говорит, спасать всех. Вместе с Красной Армией наша героиня освобождала Одессу, дошла до Берлина, Польши и встретила весть о победе в Праге. Удивительно, но за годы войны ей удалось избежать ранений. Было очень тяжело, говорит Раиса Степановна, но она выстояла. Я отдала в жизни во время тяжелой войны все, что мне надо, что надо было в стране. И поэтому я все время считала, что я достойна пожить. После окончания войны и возвращения в разрушенный Сталинград, Раиса Степановна не вернулась к профессии. Слишком уж много страшных воспоминаний сразу оживала в памяти. Впрочем, она до сих пор свои 90 с хвостиком в мельчайших деталях. Помнит все, что ей выпало пережить. И надеется, что следующим поколениям никогда не придется испытать лишение войны. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ.